Воздушный поток Итак, я включаю вентилятор. Вы видели, что когда воздушный поток ударяет в лист, система неподвижна. При этом воздушный поток передает листу импульс, равный по величине и противоположный по направлению тому импульсу, который получает вентилятор вследствие отдачи. Суммарный импульс, который получает вся замкнутая система, тележка, вентилятор и лист равен нулю. Внутренние силы не могут привести в движение систему. Поэтому сказка о том, что Синбад Барихот сидел на корме корабля, дул в парус, и при этом корабль быстро несся в гавань, остается на совести автора этой сказки. Итак, что же мы здесь увидели? А увидели мы не очень-то и удачный эксперимент. Неудачный в том плане, что не учитывается тот факт, что экран отражает часть струи в противоположном направлении. И, соответственно, рассматриваемая система не движется только лишь потому, что эта отраженная струя не способна преодолеть силу сопротивления. Вот этим фактом и решил воспользоваться, причем спекулятивным образом, академик Иванов. Для чего достаточно было максимальным образом уменьшить сопротивление. И он без стеснения поспешил воспользоваться этой возможностью, чтобы сделать вот такое громогласное заявление. А заявление это ему нужно для того, чтобы объявить о том, что он предлагает вариант движения за счет внутренних сил системы или, так сказать, создания действия без противодействия. И все это он изложил в своей теории под названием ритмодинамика. И вот если вы сами хотите во всем этом разобраться... Может ли парусник ходить по воде в штиль? Большинство людей наверняка ответят нет. Но житель Юго-Востока, доктор технических наук Юрий Иванов, доказал обратное. Все видели фильм, ну погоди, там где волк дует в парус. И парусник за счет этого плывет. Ну и естественно все смеялись. Я поставил такой эксперимент для интереса. И в результате появилась лодка, которая способна плавать с достаточно большими, относительно своих габаритов, скоростями, без естественного ветра. На лодке установлен источник собственного ветра. То есть там замаскирован естественный вентилятор, который дует в парус вместо волка. Просто у волка не хватает мощности. Да, потрясающий пример запудривания мозгов. И это при том, что сам же Иванов, то ли доктор каких-то там наук, то ли академик, говорит следующее. Мы имеем дело с открытой системой. Если мы эту систему поставим под колпак, понимаете о чем идет, то естественно эффекта не будет. То есть иными словами речь идет об обычном реактивном отбросе масок в бесконечность. Но почему-то на этом примере делается вывод о возможности движения за счет внутренних сил или же создания действия без противодействия. И так во всех опытах, лежащих в основе ритмодинамики, имеет место обычный реактивный отброс масок в бесконечность. Но почему-то этого так называемые ритмодинамщики не хотят замечать, требуя от всех разобраться в первую очередь с этой, как оказывается, бредовой ритмодинамикой. Бредовой потому, что за всякого рода соображениями там о стоячих волнах и так далее, скрывается обычная, правда и наукообразная спекуляция. Честно сказать, непонятного имя чего. Ведь если человеку захотелось славы уровня Королева или того же Тесла, то чего проще? Развивай идею самодвижения за счет того же реактивного отброса в бесконечность Земли. Точнее, дистанционного реактивного отброса Земли. За счет чего молекулы водорода и гелия в огромных количествах прорываются в космическое пространство, преодолевая, соответственно, земное притяжение. Используй свою термоядерную энергию, свое тщеславие для создания реального гравилета на основе использования несущих свойств того же водорода. Но нет, это его не устраивает. С упорством, достойным иного применения, он продолжает морочить головы незрелой молодежи и людям, по сути, абсолютно безграмотным в техническом плане, порой даже окончившим высшие технические учебные заведения. При этом вред от его спекулятивной деятельности усугубляется еще и тем, что он попутно, по сути, призывает всех нас и к очередным потрясениям, которых нам уже, конечно же, не пережить. Вот такие у нас на глобальной волне творятся дела.